Всем привет, мои дорогие и любимые! Нас сегодня миллион, и я хочу поблагодарить вас, благодарить за вашу любовь, за эти годы поддержки, за то, что нам с вами интересно вместе, за то, что так много счастливых моментов, которые связаны именно с вами. Я очень благодарна вам. Я обещала, что сегодня будет прямой эфир. Мы, конечно же, на концерте очередной раз. Сегодня у нас Днепрорудни, День Металлурга. Это город Запорожской области, и мы на стадионе работаем. Сегодня концерт, и у нас осталось буквально минут 40 до моего выхода на сцену. Мы выступление тоже покажем в прямом эфире, если хотите. Поэтому я быстренько постараюсь ответить на вопросы между саундчеком и концертом. Итак, Никита Калинин, когда тур по Украине? Я жду вас очень. Никита, мы каждый год сделаем тур по Украине, ну, почти каждый год. И в этом году тоже будет. Мы в этом году планируем, кажется, на Западной Украине сделать. Оксана, у нас будут города? Львов, там, Западная Украина? Когда? Осенью. Осенью у нас будет тур по Западной Украине, весной будет тур по Центральной Украине. И мы там, конечно же, с вами увидимся. Какой ваш самый яркий запоминающийся период в жизни? Я, конечно, люблю свои творческие взлеты, но не тогда, когда их видите вы, а тогда, когда они рождаются. Вот пустота, пустота, ничего не происходит, какая-то внутренняя работа, бывает депрессняк. И каждый раз кажется, вот всё, ну всё, больше вот такого подъёма, вот такой любви и радости не будет. И вот когда снова рождается что-то, рождается новая песня, рождается концерт, понимаете ли, у нас. Рождается новая песня, рождается что-то внутри, ты понимаешь, что вот она, вот такой концепт, концерт, нового альбома. Это, конечно, очень здорово, момент рождения идеи. Вот, такой счастливый момент был, когда мы написали песню «Та ну свалите же, ну дайте поговорить с людьми!» Сидят над душой, не хотят, чтобы я с вами разговаривала. Когда мы написали песню «Я танцевала», вот, и я говорю, хорошо, окей, записываем её, пойдёт она в лето, в этот сезон. Вот, и через несколько дней перезвонил за Вадюку, говорит, вы пойдёте в танцы со звёздами. Вот это интересные моменты, когда в этом году, 5 марта, мы придумывали концерт, мы начали с того, что я сказала, ну, давай так, скромный, спокойный концерт, я взрослая, мне есть что сказать людям, я не хочу всех этих каких-то взрывов фейерверков и так далее, зачем мне это нужно. Закончилось это балетом, шестью костюмами, фейерверками и большой сценой, большим световой программой и большим шоу. Вот, так что этот момент рождения, он самый приятный. Хочется новую песню. С песнями очень интересно случилось. Сегодня, 24 августа, в День независимости, я хочу подарить Украине несколько новых украинских треков. Первая удивительная история, я взрубила переклад «Украинскую мову и песни в Киеве осень». Это удивительная история, я её расскажу ближе к 24 августа обязательно, потому что она мистическая, она необычная очень. Я просто, ну вот как-то вдруг подумала, что изменилось что-то в стране. Моя столица в 99-м году, когда писалась песня «В Киеве осень», она вся была русскоговорящая, Киев говорил на русском языке в основном. А что-то поменялось. Прошло 20 лет, и действительно очень много людей сегодня на улицах говорят украинскую мову, и это очень красиво. Я подумала, ну как так у меня песня в столице Украины на русском языке, она же должна быть на украинском. Я подумала, что надо сделать перевод. Я очень удивилась, что перевод в итоге получился лучше, чем оригинал. Я презентую эту песню 24 августа, а также случилось чудо. Мне очень не хочется петь каких-то средних песен, песен в альбом. Мне хочется, чтобы это были песни, ну как сказать, большие, настоящие. И такую песню мы написали вчера. И снова я написала украинскую мову и текст. И Ростислав Раенко написал музыку припева. Я сейчас надеюсь написать все остальное. Куплеты, бридж. И я отдала Вадиму Лисице и Роме Катруку уже делать аранжировку. Песня, назва якой Наталья Магилайска покохала. Шо с этим уе, правда? Покохала, так покохала. Вот, так что ждите премьеру. Я очень постараюсь закончить песню покохала до 24 августа, чтобы успеть презентовать. Если я ее закончу, тогда я сделаю какой-нибудь крутой благотворительный концерт. Посмотрим. Никита Казаченко. Хочется новой песни, это был ты. Так, что для вас является главным смыслом жизни? Почему? У каждого из нас внутри есть тихий голос. У нас голос судьбы, голос души, голос совести, голос нашего внутреннего Я. Иногда он звучит очень тихо, но он всегда есть. Мы всегда знаем, поступили мы правильно или нет. И вот для меня главный смысл жизни — быть в согласии с этим голосом. Будем откровенны, мы и я нарушаем правила, которые диктует этот голос довольно часто. Бываем невнимательны к близким, проявляем эгоизм, высокомерие и разные другие качества. И испытания славой я тоже прохожу не всегда идеально. Поэтому главный смысл моей жизни — быть в согласии с этим голосом, быть простым, скромным, адекватным, счастливым, добросердечным человеком. Вот, это не так просто. Вы писали в Инстаграм, что пишите новую книгу для детей, когда планируете её выпуск. Трудно предугадать с творчеством, когда, может быть, завершено то или иное событие, книга тем более, вот, но из 13 две главы готовы и 4 в набросках уже есть, но это что-то. Так, коротко. Будет ли тур по Украине? Да, будет. Осенью Западная Украина, Львов, весной. Мы вообще раз в году делаем тур. Я не знаю, что у вас соскучились, Никита Калинин спрашивает. Хочется новую песню. 24 августа мы презентуем новую версию песни «В Киеве осень». Я сделала переклад украинской мовы. За 20 лет Украина поменялась. И в 99-м году в Киеве все говорили на русском языке, а сегодня все разговаривают украинскую мову. И я сразумела, что треба сделать такой переклад. Но там есть интересная, интересная, интересная история, которую мы расскажем уже без посреднего перед 24 августа. Так, новая песня. Ребята, в наш дом пришла эта песня. Песня потрясающая. Я сейчас снова украинскую мову. Алло, алло, алло. Видно? Ты видела, как пирог тебя перепел? Я не видела. Пришлите видео в директ, пожалуйста. Как меня перепел пирог? Какой пирог меня перепел? Привет из Германии. Привет. Ребята, события. Так, короче, коротко. Украинскую мову офигенную песню назвая Кои Мугилевска покохала. Вот, мне душеподобуется ця назва. Вот, потому что с танцами со звездами было так, если вы помните. Сначала была написана песня «Я танцевала». Я приняла решение, что я ее спою. И через три дня позвонил Завадюк и сказал, Наташенька, а не придете ли вы танцы со звездами танцевать? Вот, мне нравится петь песню покохала. Что для вас является главным смыслом жизни? Есть внутри нас голос, который, голос нашей души, судьбы или голос нашей совести. Мне бы хотелось быть с ним в согласии. Будем откровенны, это удается не всегда. Иногда высокомерие, агрессия, еще какие-то другие вещи побеждают. И я делаю что-нибудь то, что сама не считаю нормальным или что должно бы быть по правилам. Вот, к моему огромному сожалению, я не всегда справляюсь с эмоциями. Поэтому мой смысл жизни в том, чтобы быть в согласии с этим голосом. Потому что этот голос нашей души, он всегда чист, всегда прекрасен. В нем очень много любви, доброты, света. Он душа, и он и есть Господь. Вот, хотелось бы быть в согласии. Это главный смысл жизни. Я тебя вижу, вижу! Ходи ты, ходи! У нас концерт просто, мы прям вот между саундчеком и концертом, не через 15 минут на сцену. А интернет на свете прерывается. Так, Влад Дарвин, я хочу тебя поздравить сегодня с днем рождения. Я тебя очень люблю. Ты удивительный человек в моей жизни. Ты планета, который вот... Я знала, что ты большая планета, даже когда ты был маленьким, когда мы только познакомились. Тебе вот только исполнилось по 17, 19. Это была фабрика звезд. Я тебя очень люблю. Я желаю тебе счастья. Я желаю тебе счастья в личной жизни. Наконец, я могу это сказать. Я желаю тебе счастья в творчестве. Я очень люблю твое тонкое, потрясающее композиторство. Пожалуйста, твори. Пожалуйста, люби. Пожалуйста, будь таким же принципиальным, мудрым, сильным, глубоким. Таких, как ты, людей, единицы на планете. С днем рождения. Так. Вы писали? Да, и новая книга. Быстренько пройдемся. Когда она будет, невозможно сказать, потому что это процесс написания. Из 13 глав введения и 2 главы первые готовы. 4 и 5 или 5 в наметках. Они так уже вот прям еще не доредактированы. Ну, то есть где-то может быть еще месяца полтора-два. Я надеюсь, если не будет слишком большой загрузки, потому что у нас есть планы. Музыкальные, в частности, планы. Так. Ведет ли вам кто-то инстаграм или сами решайте, что публиковать? Ребят, ну, наверное, если бы кто-нибудь ввел, было бы 5 миллионов. А так я сама. Если я еду в Индию, я его не веду, например, в месяц. Так что сама. Да, я веду его сама. Кстати говоря, когда-то Миша Ясинский открыл для меня ЖЖ. Это был первый звездный ЖЖ на Украине. Вот. В то время. В Украине. Вот. Так что его я тоже вела сама. Это моя давняя привычка. Я первый звездный блогер Украины. Так что, ребята, не переживайте. Я и веду его лично. Какая прочитанная книга, что читаете сейчас? Что я читаю? Я читаю в основном специальную литературу. В основном литературу обучающую, психологическую, духовную. Она мне интересна более всего сегодня. Ну, я люблю что-то чувственное, типа Франсуаза Саган. Кто-то из молодых мне на днях понравился. Не помню. Напишу давайте. Чем занимаюсь в длиментах поездок в машине или в самолете? В поездках я пишу либо книгу, либо песни. Я занимаюсь каким-то творчеством. Тем, что можно делать в телефоне. И у меня есть такая маленькая клавиша. Вот такая, вот такого размера детская. Я играю на клавишне. Но также у меня клавиша есть в телефоне. Есть такая программа пиано. И я тоже могу в наушниках чего-то себе там напевать. Какое качество в людях цените больше всего? Больше всего я люблю честность с самим собой. Даже не со мной. И обычно очень мало кто на это способен, потому что честность с самим собой – это больно. Я когда пошутила, я сделаю самый непопулярный тренинг на Украине, но самый эффективный – честность с самим собой. Правда. Хочешь ли ты узнать правду о самом себе? Ее знать никто не хочет. Какие жизненные принципы никогда не нарушаете? Какой дуэт в вашей музыкальной карьере был самым сложным? Почему? Все были легкими, все были приятными, сложных не было. А что писать дуэты и петь вместе, если это неприятно или сложно? Как вы относитесь к современной музыке? Прекрасно отношусь. У меня есть новое прочтение песни «Девчонка с волосами Заталили» 96-го года. Так, знаете ли, Потапы… Это группа «Мозги» отдыхает. Так, я очень хочу похудеть, но все время срываюсь, как взять себя в руки. Нужно себя полюбить, простить себе и позволить себе вот эти несовершенства. обращали ли вы внимание, что полная женщина или немолодая женщина, если она счастлива, если ее сердце горит, если в глазах огонь, если есть много любви, нежности, уважения к себе, к другим людям, любопытства и жажды жить. Этот человек прекрасен в любом состоянии. Вам должно быть хорошо и приятно жить. Начните с этого и простите себя. И начните худеть не потому, что вы себя ненавидите, а потому, что вы себя любите и потому, что вам приятно. и когда вот родится это уважение. Кстати, есть хитрость. Если у вас есть какое-нибудь божество, которое вы уважаете или какого-то человека, которого вы очень любите, каждый раз, когда вы кушаете, представляете, что вы кормите его тело. Ну, то есть, я благодарю тебя, Господи, мое тело, это и есть ты. И попробуйте, засуньте туда что-нибудь неприятное или слишком жирное или слишком много. У вас не получится. Ну, такая хитрость. Будут ли тренинги по городам Украины? Я не напрягаюсь с тренингами. Вот нас сейчас зовут во Львов, наверное, это произойдет. Нас зовут в один частный клуб для людей, скажем так, очень продвинутых, чтобы я прочитала лекцию. Я с удовольствием это сделаю, но я не инициирую какие-то специальные туры и не хочу превращать это в заработки денег или в какое-то направление вот такое. Все это делаю от души. Если есть запросы у людей, я с удовольствием это сделаю. Пишите! Хотите тренинги? Пишите! Можно ли попасть к вам в команду? Сейчас наша команда новая и я прям официально объявляю, что талантливые, мощные менеджеры, управленцы, люди, мы ищем пиарщиков. Просто нам нужны люди в пиар-отдел. Крутые, классные, креативные пиарщики. Звоните! Нам нужны все, вот все талантливые, классные, трудолюбивые люди, уважающие себя, стремящиеся развиваться в своей работе. Звоните! Потому что одновременно сейчас я не успеваю охватить и наш офис не успевает охватить. У нас несколько новых направлений, очень мощных, очень сильных. Мы собираемся сделать очень много классного и красивого для Украины, для себя, для всех нас. Поэтому звоните, есть чем заняться, ребята. Интересная творческая работа, нам не хватает люди. Вопросов нет? И Настя Кнопка. Спасибо за ваши песни, я под вашу песню 25 апреля рожала. Как раз сын родился под слова «Це ты ведь счастья плачешь». Класс! Какая порода у вашей собаки? Лабрадор и также Йорк. У меня две собаки. Правда ли, говорят, что характер собаки отражает характер хозяина? Однозначно отражает. Она наивная, придурочная, веселая, легкая, забавная собака. Ну и так же, как я, она иногда любит попугать людей, но на самом деле никогда их не кусает. Просто она понимает, что она большая и черная. И это действует. Люди же не понимают, что это лабрадор с мягкой пастью. И она бежит с таким удовольствием, сейчас я вас закушу. Люди пугаются. А на самом деле она может только залезать до смерти. Так, какие вы знаете языки? Кроме украинского, русского, английский. Хотя мама у меня болгарка, я в детстве знала кое-что. Кстати, потому я и говорю на русском лучше, чем по-украински, потому что папа с мамой говорил по-русски. Вот. Так что так. Хотелось бы ваш дуэт с Тиной Кароль. Опа, интересно. Обычно хотят дуэт с мужчиной. Я не против. Я очень люблю все дуэты, все коллаборации. Это всегда умножает творчество, радует вас. Вам интересно посмотреть, как это звучит. Сталкивались ли вы когда-то со звездной болезнью? Если да, то как побороли, я до сих пор с ней сталкиваюсь, потому что у профессии быть звездой, естественно. У балерины страдают ноги. У певицы страдают связки, а у певицы-звезды страдает звездная болезнь. Вот. Поэтому такие вещи, как высокомерие, амбиции, это то, что является постоянным, как это, моментом, который вот секунда, и он обязательно возникает. Поэтому нужно быть все время в осознанности, во внимательности и в скромности, что довольно сложно при такой профессии на фоне миллионных аплодисментов. Тренировать скромность это самое, наверное, неудобное место. Наверное, во шраме, избивая себя кнутом, по-христиански, это было бы чуть легче. Если у вас вторая половинка, или ваше сердце свободно, моё сердце свободно, но при этом полно любви к людям вообще, к самой себе и к самой перспективе, что когда-нибудь я могу полюбить, я могу. Если ещё несколько лет назад я не хотела и не могла, то сейчас могу. Я привлекаю любовь в свою жизнь. Новые песни покохала. Я покохала! Если у вас вторая данная, че будет песня «Дар» студийной версии. Дуже люблю всю песню. Песня «Дар» может быть, надо записать её, доделать. Но, честно говоря, я сейчас говорю украинским материалом, поэтому мне прям хочется сделать. Я прям сама пишу тексты. До цих пи сень. И дуже б хотела завершить. До 24 серпня. Хотели бы вы пойти в политику? Я не пойду в политику. Никогда. Правда, никогда не говори. Никогда. Но я действительно очень не хотела бы там оказаться. были у меня размышления в течение нескольких лет. Я думала, что хорошего я могу сделать для себя, для страны. И это хорошее, что я могу сделать. Это система образования. У меня есть детская школа. Я хочу открыть большую детскую школу. Я готова открыть университет, академию. И готова заниматься этим очень серьезно на уровне государственной программы. И я хочу, чтобы это своего рода политика. Через 30 лет мои дети будут президентами, министрами финансов, потрясающими артистами. Достаточно много моих детей стали сегодня звездами. Это один из моих ну, как это сказать, способностей. Вот. Я точно должна этим заниматься. Просто больше всего я люблю работать совсем уже с детками. Детками и с подростками. Кстати, книга, которую я пишу, она вот... Я пишу вроде бы как для учителей, чтобы там была методичка определенная. для занятий. Но на самом деле внутри себя я все время разговариваю с подростком. С тем подростком, каким когда-то была я. И мне все время хочется остановить от ошибок. Подсказать, на что именно нужно обратить внимание. Поэтому я очень надеюсь, что это будет бестселлер для подростков, которые сегодня учатся в Академии Глиера или в Странцерковой Академии, в Институте Поплавского. Что это будет книга, которую стоит... Я, кстати, могу вам прочитать под конец, если сейчас мы закончим. У меня тут пару осталось вопросов. Какой для вас был самый переломный момент в жизни? Я сидела в Индии на океане, и это был конец периода очень глубокой депрессии, когда я не хотела жить и вообще не понимала, чем все это закончится. Вот. Не хочу объяснять, почему, но именно там я приняла решение, что отныне на первом месте у себя буду только я. То есть сначала счастье, сначала ценность внутренняя, сначала сердце, а потом все действия. И бывает, меня заносят, и заносят и сейчас, но благодаря тому решению я всё-таки возвращаюсь, возвращаюсь к стержню. Если слишком много дел, и я себя теряю, я их сокращаю. Если я становлюсь заносчивой, я уезжаю во шрам и живу в Индии, чтобы справиться с нескромностью. Если происходит событие, которое выбивает меня и уводит от цели, слишком большие соблазны или слишком много чего-то негативного, по тренингам, мне же предлагали зарабатывать бешеные деньги, я отказалась. Именно потому, что я хочу быть в согласии с самой собой. Так. Я больше люблю лето. Какое время выберите города? Какие города в Украине вы особенно любите? Я люблю все города. Я очень люблю Одессу, я очень люблю Харьков. У меня там школа детская. У нас в Одессе есть детская школа. Я очень люблю Левиев, очень люблю Чернефти, очень люблю... Да у меня в каждом городе есть свой уголок, никто не знает. Я ведь прилетаю или приезжаю рано утром обычно, и я встречаю рассветы. У меня в каждом городе есть любимое место для встреч рассветов. Берег озера. В Харькове вот есть такое место Сава, там берег такой речушки небольшой, берег Черного моря в Одессе, Кирилловке у меня там есть возле Берючего острова вообще потрясающее место. Я всегда нахожу какие-то места, где бы можно было встретить рассвет. Я рано встаю, приветствую солнце, помедитировать, помолиться. Дорогие мои, я очень вас люблю, спасибо вам огромное. Я хочу, чтобы нас было 10 миллионов. Я готова выполнять все свои обещания, и я сегодня выложу ролик шуточный, пожалуйста, не издевайтесь надо мной, я хотела, чтобы вам было весело. Ролик, где я все-таки съела лимон, мне было очень тяжело, потому что я ненавижу кислоту, у меня, по-моему, вообще повышенная кислотность. Короче, я не люблю ничего кислого. В общем, это был геройский поступок для меня. Спасибо вам огромное. Я люблю вас, поздравляю, будьте счастливы. Ждем август, эта осень будет очень плодотворной, эта осень будет очень красивой. Я люблю вас, до зустречи, мои дорогенькие, до зустречи на Львичине, на захидне в Украине и я очень хочу побожать вам счастья, любови, моя Украина, я тебя ценую, люблю, цілую, ты моя космическая, ты моя нереальная, ты моя просто сексуальная. До свидания. Пока-пока, пошла на сцену! Субтитры сделал DimaTorzok